Здравствуйте, уважаемые участники нашего вебинара. Меня зовут Марина Коваленко, я модератор сегодняшнего мероприятия. Сегодня мы проводим вебинар по химии на тему методика использования пособий писательства «Легион. Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2019 году. Подготовка по химии». Наш автор сегодня Владимир Николаевич Доронкин, кандидат химических наук, доцент РГУПС, автор пособий по химии нашего издательства. С графиком проведения вебинаров вы можете ознакомиться на нашем сайте. В разделе «Вебинары» вы можете выбрать предметную категорию химии и там уже запланировать участие, либо просто ознакомиться с графиком мероприятия. Я думаю, что вы уже знаете, что можно воспользоваться функцией «Планировать участие». Для этого вам нужно указать адрес электронной почты, и на коммене вебинара вам придет напоминание на электронную почту, что вебинар скоро состоится. И даже за один час до вебинара приходится ссылка для перехода на регистрацию. Вебинары мы проводим обычно по пятницам, проводим два раза в день, иногда у нас бывает в 15.00, иногда в 14.00, так что следите за графиком, следите за изменениями. Если у нас какие-то подлишки во времени, либо меняем день проведения вебинара, то мы вас обязательно опровестим, если вы запланируете участие в этом вебинаре. После вебинара, сегодня в 18.00, на нашем сайте будет размещена видеодапись и презентация для просмотра и для скачивания. Все это бесплатно и абсолютно для всех. Даже сегодня в течение вебинара, точнее для всех участников нашего вебинара, ближе к завершению нашей трансляции, я вам кое-что подарю от нашего издательства. Этот подарочек будет очень полезен всем, кто хочет перепислить наши посадки. Я думаю, что он достанется всем, кто просидит сегодня, проводит с нами до завершения вебинара. Я вас приглашаю активно принимать участие в нашем вебинаре, задавать вопросы Владимиру Николаевичу и записывать все и принимать информацию. Что ж, я передаю слово нашему автору и желаю вам приятной и плаватурной работы. ...для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 2019 года по СИИ. ...от одного из слушателей поступил вопрос... ...будет ли вопрос, связанный с взаимодействием этих оксидов со щелочами. Значит, мы находимся в правовом поле экзамена ЕГЭ, то есть в рамках школьной программы, скажем так. В рамках школьной программы оксиды двухвалентные, оксид двухвалентной меди, оксид двухвалентного железа считаются основными оксидами. И, в добрый час сказать, пока еще в тестах ЕГЭ ни разу не было, ну вот за тех 17 теперь уже лет, которые тесты ЕГЭ проверяются, 16-17, пока еще не было вопросов, которых составители тестов отошли бы от этого принципа. Работать в правовом поле ЕГЭ, в правовом поле школьной программы, то есть не переходить за уровень сложности тех заданий, которые мы изучаем в школе. Оксид железа триамфотерный при сплавлении со щелочами он будет образовывать соответствующий ферит со щелочами, с карбонатами, гидрокарбонатами, ну то есть стандартная схема. Мне кажется, что это ответ на этот вопрос. Если вы спрашивали, будет ли он в тесте ЕГЭ, когда вы откроете, ваши дети его откроют, там 5-го, не знаю, когда будет еще экзамен, то я отвечу словами Аделаиды Александровны Кавериной. Откроете пакет и узнаете. Все, пожалуйста, Марин. Пойдем. Значит, коллеги, для того, чтобы готовиться к ЕГЭ по химии, издательство «Легион» выпускает, вот, ну, выпустило, в этом году они уже все вышли практически из печати, вышло следующий, выпускает следующий комплект книжек. Это теоретические книжки «Большой справочник» и «Кармашек», «Карманный справочник», как с ними работать, я расскажу, но ему через 10 получится. Это три тренировочные тетрадки по общей неорганической и органической химии и два тренинга, тематический тренинг базового и повышенного уровня и тренинг для высокого уровня сложности. И книжки ЕГЭ-30, ЕГЭ-2019, 30 тренировочных вариантов. Эта книжка составлена по демоверсии, которая была опубликована 24-го в этом году, августа, по-моему, и вывешена на сайте ФИП. Как пользоваться книжками, мы тогда будем разбирать, но чуть-чуть попозже. Для того, чтобы готовиться к экзамену ОГЭ, к аттестации 9-ти классников по химии, теоретические книжки остаются теми же самыми. Выпущена книжка ОГЭ-2019, тематический тренинг. Поскольку объем в 9-м классе проверяется меньше, то в него включены, ну и объем теста меньше, там всего 20 вопросов или 21. В него включены вопросы и базового, и повышенного, и высокого уровня сложности. И также точно книжечки ОГЭ-2019, 30 тренировочных вариантов, в которых предложены варианты для выполнения заданий и по первой, и по второй модели. То есть с собственным экспериментом и с реальным химическим экспериментом. И наконец, поскольку где-то в апреле месяце будет опять всероссийская проверочная работа, то вот у нас есть книжечка, выпущенная в прошлом году. Она была выпущена в прошлогоднем, но поскольку кодификатор практически не изменился, то ей можно будет пользоваться для подготовки и в этом году. Значит, структура теста ЕГЭ. Тест ЕГЭ состоит из двух частей. Первая часть называется тестовая часть. Это задание с кратким ответом. В него входят базовые задания, 21 вопрос, и задание повышенного уровня сложности. Среди базовых заданий 3 вопроса, 7, 10 и 18, оцениваются в 2 балла. Остальные оцениваются в 1 балл. Все задания повышенного уровня максимально имеют оценку 2 балла. Задания высокого уровня сложности, вы видите, как оцениваются. Значит, общая сумма баллов 60, первичных баллов 60 и число, общее число заданий 35. Значит, задание в тесте ЕГЭ. Ну, мне, вот как человеку, который работает практически с детьми, то есть занимаюсь и занятия провожу, и подкурсы читаю, то вот то распределение, которое предлагает ФИПИ, оно абсолютно строгое. То есть по содержательным линиям, линия вещества, линия химической реакции, линия применения веществ, это абсолютно строгое распределение. Но готовят детей по таким линиям, они не соответствуют логике изучения химии. Они уже имеют какой-то более обобщающий характер. Поэтому мы для себя распределяем эти вещества на три блока. Блок, который называется общая химия. Значит, вы видите, в этот блок включаются, вы потом скачаете презентацию, какие вопросы мы относим к блоку общая химия. Это строение атома, классификация, общие химические свойства классов веществ, скорость реакции ОВР, электролиз, гидролиз, равновесие. И три расчетные задачи, которые 27, 28, 29, все эти вопросы оцениваются в один балл. То есть общая сумма баллов в этом случае набирается 18 баллов по этому разделу. Второй раздел, вторая часть химии, вернее не химии, а курса, который изучается по логике, это неорганическая химия. Химические свойства металлов и неметаллов. Качественные реакции, значит, химические свойства металлов и неметаллов проверяются в целой группе вопросов. Качественные реакции. Вопрос безопасности, технологии, экологии, который в прошлом году еще был двухбальный, сейчас его перевели в однобальный. Ну, с очень плохими результатами его выполнения. И три задания высокого уровня сложности. Окисительно-рассстановительные, реакционные, взаимосвязь неорганических веществ, неорганическая цепочка. И задача, сложная задача в этом году, она номер 34. Всего 10 вопросов получается, если разобраться вроде бы по неорганике. И суммарный балл 22. По органике, по органической химии, третья часть работы, входит в вопросы, начиная от 11 и далее. Общий балл достигает, суммарный балл по органической химии достигает 22. И число вопросов 12. Ну, кто-то из вас наверняка обратил внимание, что вопрос 25 и 26, он находится, ну, я должен к нему готовить детей, как в курсе неорганической химии, так и в курсе органической химии. Там вопрос качественной реакции неорганических соединений, качественной реакции органических соединений, безопасность технологии, экология. Там вопросы есть использование применения веществ, полимеры, получение металлов. То есть эти вопросы попадают и в тот, и в другой долг. Поэтому немножко получается вот такая, ну, как бы несовпадение. Как оценивается экзаменационная работа? Значит, экзаменационная работа. Вот в книжке ИГА-30 тестов в этом году мы включили вот эту табличку, которая здесь есть, но, правда, без комментариев. Значит, задания однобальные, то есть базового уровня сложности, оцениваются в один балл, если задание выполнено полностью правильно. Правильным считается, то есть записан правильный ответ. Правильным считается ответ в виде правильно, верно записанной последовательности цифр. Например, 3-5, а не 5-3. И вещества с заданной степенью точности в расчетных задачах 27-29. Задания повышенного уровня сложности, двухбальные, и задания 7, 18 и 22, они 7, 10, 18 и 22, они оцениваются в 2 балла, если полностью совпадает ответ. Если допущена одна ошибка, то задание оценивается в 1 балл. Две ошибки и более, а задание считается, они выполнены неверно. Ну и, наконец, максимальная оценка за задание высокого уровня сложности, вы ее хорошо знаете. Первых 2 по 2 балла, неорганическая цепочка 4 балла, органическая 5, сложная неорганическая задача 4, задача на формулу 3 балла. Общая сумма первичных баллов 60 баллов. Значит, коллеги, как понимать слова правильно записанная последовательность? Вот в качестве примера, не потому что я разбираюсь специально, а просто примера. Вот данные для выполнения задания 1.3 используйте ряд элементов. Определите однорядные катионы, каких из указанных в ряду элементов имеют электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня NS0. Но мы с вами понимаем, что это будут катионы калия и водорода. NS0 у них будет на внешнем слое катиона. А правильный ответ нужно записать 1.5. Если ребенок запишет ответ 5.1, то он будет незачтен, будет считаться неправильным ответом. Значит, пусть будет такой же точно похожий вопрос, но по этой же табличке. На последовательность. Выбрать 3 элемента, которые находятся в одном периоде. Значит, в одном периоде у нас находятся калий, мышьяк и бром. Элементы 1, 3, 4. Значит, расположить элементы в порядке возрастания основных свойств, образуемых ими гидроксосоединений. Основные свойства усиливаются к началу периода. Значит, последовательность будет бром, мышьяк, калий. Правильный ответ 4.3.1. Если же ребенок напишет 1, 3, 4, вроде бы он выбрал те же самые элементы, или другую последовательность, то ответ будет считаться неправильным. Как вот двухбальные вопросы на соответствие? Двухбальные вопросы на соответствие. Ну вот здесь выбрать соответствие между реагирующими веществами, продуктами и взаимодействием. Правильный ответ. Цинк реагирует с выделением водорода и цинка СО4.5. Цинк реагирует с оксид цинка с серной кислотой, образуется сульфат и вода, ответ 1. Значит, здесь выделяется H2S, вода и сульфат, ответ 3. И при обжиге сульфидов образуется СО2 и оксид, но, как правило, оксид соответствующего металла. То есть ответ будет 2. То есть правильный ответ, если написан 5, 1, 3, 2, будет оценен в 2 балла. Любая цифра, стоящая на месте этих цифр, одна неправильная цифра, вот я написал 6, 1, 3, 2. Мог написать, например, 5, 2, 3, 2. Ребенок напишет. Значит, тогда ему будет ошибка оцениваться в 1 балл. Если же будет 2 ошибки, 2 неправильных цифры, то тогда ответ будет оцениваться в 0 балл. Как оцениваются задания? Ну, наверняка среди вас есть люди, которые проверяют тесты ЕГЭ, может быть, видели, участвовали в семинарах, в вебинарах или в семинарах таких. Задания высокого уровня сложности оцениваются по выполнению элементов. То есть, для каждого задания, для выполнения выделяется определенная группа элементов. Ну, например, при решении задачи, такими элементами будет составить уравнение реакции, правильно. Правильно показать правильную логику решения задачи. То есть, если ребенок даже получил правильный ответ, а решал задачу логически неправильно, я не поставлю ему 4 балла, потому что он не выполнил вот такой элемент. Произвести правильно все вычисления, тоже оценивается как один элемент. И вот я для того, чтобы показать, как это будет выглядеть, показываю, как будет оцениваться, ну, вот задание 30-31 и со следующим списком веществ. Из предложенного перечня веществ выбрать, составить уравнение, выбрать только одну из возможных окислительно-восстановительных реакций. Коллеги, обратите внимание детей, это только одну из возможных. Потому что, ну, был у меня в этом году был случай, когда на сайте одного из магазинов книжных, которые торгуют, пришло письмо, и там написано, что я нашла, ну, автор письма, нашла еще несколько уравнений реакций, которые авторы не привели в своей книжке. Необходимо написать только одну из возможных уравнений реакций. Ну, и вот теперь записываем эти уравнения. Значит, ребенок должен составить, как это написано, показано в критериях. Вначале показано, что составлено молекулярное уравнение, и есть ли оно правильное, независимо ни от чего, было у меня ниже что-то написано или нет, я обязан поставить ребенку один балл. Второй балл в этом задании, это оговаривается в этом задании, второй балл за правильно составленный электронный баланс, вот вы видите, он составлен, и указанный окислитель восстановить. То есть, вот полная оценка, если выполнены все баллы, то значит, я поставлю два балла ребенку. Если же он, например, забыл поставить множитель, вот здесь не поставил множители, ну, забыл, значит, это уже не выполненный элемент, и весь второй балл он не потерял. Забыл написать, например, слово окислитель, вот он выписал эту строчку, а слово окислитель и написал, хотя слово восстановитель написал, элемент полностью не выполнен, будет оценивано это задание в один балл. И вот здесь тоже нужно поговорить сразу, коллеги, о том, что написано, составить только одно из возможных уравнений, окислительных и восстановительных уравнений, но то же самое будет для ионных уравнений. Вот еще одно из возможных уравнений здесь, которое будет зачтено, это будет взаимодействие перманганата калия с сульфитом натрия в нейтральной среде с образованием щелочи, диоксида марганца и сульфата натрия. Уравнения реакций, в которых относятся к разряду диспропорционирования, вот эти вот, вы видите, калий марганец О4 диспропорционирует с образованием манганата и кислорода, с образованием манганата, марганец О2 и кислорода, или с образованием марганец О2 и кислорода. Эти уравнения засчитаны не будут. И вот в этом году был случай, ну, с одним из моих учеников, правда, он не совсем мой ученик, я в этом классе работал, ему не зачли такое уравнение, вот одно из этих уравнений он написал, ему не зачли, потому что в тексте написано, если вы вернете, я вернусь на предыдущую страничку, на предыдущую страничку, чтобы ребенок читал составки уравнений, между которыми возможна описывательная восстановительная реальность. То есть фраза между, слово между, предполагает, что в уравнении будут участвовать как минимум два из предложенных веществ. Ну и теперь переходим к окислительно, к уравнению, простите, как проверяется уравнение, ионное уравнение. Точно так же один балл ставится, выставляется за правильно составленное и уравненное молекулярное уравнение, и еще один балл будет поставлен за правильно составленное полное ионное и сокращенное ионное уравнение. Ну, когда дети составляют, некоторые группируют катионы, некоторые там самые возможные перестановки. Но самое главное, чтобы оно было составлено все-таки без ошибок. Понимая, что слово уравнение предполагает равенство и частицы зарядов левой и правой частях. Значит, после того, как ребенок написал задачу, значит, он набрал какое-то число суммарных баллов. Эти баллы пересчитывают, то есть первичные баллы, пересчитываются на 100-бальную шкалу вот по такой примерно картинке, коллеги. В чем здесь смысл? Пусть по этой оси отложена 100-бальная шкала, которая уравнивает все предметы между собой, а по этой оси отложены первичные набранные баллы. По разным предметам это будут разные баллы, но принцип оценивания везде, коллеги, один и тот же. Значит, пусть по химии, если я набрал ребенок 60 баллов в работе, то ему выставляется в сертификат 100 баллов. Первые 6 ошибок, первые выполнены 6 ошибок, снижают его оценку до 80 баллов. То есть, каждая из первых ошибок может быть оценена, ну, фактически оценится в 3 с небольшим хвостиком баллов. Иногда бывает 2 балла, вот у меня ребенок писал в прошлом году, позапрошлом году, набрал 98 баллов, допустил одну ошибку в тестовой части работы. Ну, это вот первые 6 опускают до 80 первичных баллов. Дальше идет снижение. Одна ошибка отнимает 1 балл. И до критической точки. В этом году, кажется, она будет по-прежнему 14 баллов или 15, я уже боюсь соврать, коллеги. Значит, как понимать вот эту картиночку? Как ее пересчитывать? Ну, чтобы ваши дети, ну и вы тоже могли им помогать пересчитывать, хотя это не так и важно. Допустим, что ваш ребенок набрал 48 первичных баллов. То есть, вы допустили всего 12 ошибок до 60. Ошибок сверх 6 было допущено 6. Тестовый балл составит 80 минус 6, 74 балла. 80 это до начала отсчета при числе ошибок, если их больше 6. Это высокобальная, конечно, работа, но хотя, конечно, хотелось бы, чтобы такой ребенок работал где-то в области поближе 80. Ну и теперь, когда я закончил вот такие общие вопросы, переходим к методике, которой мы пользуемся, когда работаем на подготовку к экзаменам ЕГЭ и ОГЭ по химии. Значит, подготовку условно можно разделить на два этапа. Первый этап – это первичное, в кавычках, изучение материала. Оно включает изучение всех тех вопросов, которые мы с вами назвали. То есть, изучение общей химии, теоретических основ, расчетов по химическим уравнениям. Все, что входит в раздел общая химия. Этот раздел работы рекомендуется, ну, по срокам, реально, закончить к началу ноября и провести контрольную работу. То есть, проверить, как ребенок освоил материал. Второй раздел – неорганическая химия. Мы вы видели содержание этого раздела на одном из предыдущих слайдов. Закончить к середине января, ну, может быть, к концу января. И тоже провести контрольную работу. На эту контрольную работу уже будет выноситься, на эту контрольную работу, на вторую, уже выносится 40 баллов. То есть, уже точно видно, сколько ребенок сможет набрать баллов при выполнении работы. Органическую химию рекомендуется заканчивать к концу марта. Это реально, коллеги, это действительно реально. И начиная весь апрель-май месяц, а может быть, даже и со середины марта, начинать активную подготовку к экзамену. То есть, заниматься шлифовкой знаний и шлифовкой своих навыков, и выработкой более твердых устойчивых навыков, если вы допускали ошибки. Значит, для того, что вы первичны... Что значит первичное изучение материала? Первичное изучение материала включает изучение теории, то есть, это не просто вот познакомился и сказал, что я что-то выучил. Это изучение теории, выполнение системы классических упражнений, выполнение... Сейчас я покажу вам, что я вкладываю в эти слова. Выполнение тестовых заданий и выполнение заданий высокого уровня сложности по неорганической и органической химии. Для изучения фактического материала, то есть, теоретического материала, если так можно сказать, значит, среди наших пособий можно использовать большой справочник, любимый нами кармашек, с которым дети ложатся спать, и книжку «Тематический тренинг». Там в начале книжки имеется краткий справочник, в котором рассматриваются некоторые разделы. И, наконец, разобранные решения и примеры в тетрадях и тренингах. Их тоже следует использовать для изучения теоретического материала. И вот я показываю вам сейчас, как устроена наша книжка «Большой справочник». Значит, «Большой справочник» построен по логике изучения химии. То есть, так, как когда-то учили меня в школе химии, ну, может быть, моего поколения вспоминают так же. То есть, начинается с первоначальных химических понятий. Молекулярные учения, формальные расчеты, научить решать простенькие расчетные задачи по уравнениям реакций. Потом переходить на классификацию, потом на неорганическую химию, потом переходить на органическую химию. Вот на втором, на следующем слайде я покажу кусочки оглавления. Здесь не приводится полностью оглавление, я просто показываю вам, что рассматриваются все разделы, которые у нас нужны. И по каждому разделу, вы видите, после каждого раздела или подраздела обязательно приводятся слова. Упражнения, упражнения, упражнения. То есть, приводятся какие-то задания, решение которых в книжке, справочнике тоже разбирается. Количество заданий, которые приводятся в большом справочнике, число заданий, меньше, чем число заданий в тренировочных тетрадях. Иначе он был совершенно безразмерным. Но все-таки, ну, их сравнительно много, ребенок может научиться их, используя их, что-то решать. Вот я показываю, как оформляются примеры. Например, в первом разделе там у нас было решение задач, во втором разделе расчеты по химическим уравнениям, решение задач на чистое вещество и избыток недостаток. И вот пример 18, он полностью взят из справочника, каким образом оформлены примеры решения задач. Значит, уравнение реакции, до этого разбиралось, как решать задачу, потом логика решения задачи, план решения задачи. И потом показано, как этот план реально осуществляется, то есть фактически, ну, там, 10 или 12 строчек решения, если ребенок научился выполнять эти задания. И для, например, для половины заданий в разделе ответы будет приведено решение. Вот для первого, для первых двух разделов для всех заданий приводится решение. Как разбирается теория? В нашей книжечке большой справочной. По разделам, значит, я прив... Значит, разделы общей химии, они, конечно, уникальны, там каждый раздел приходится объяснять, ну, каким-то особым образом, поэтому, ну, скажем, трудно увидеть общие закономерности при объяснении строения атома и скорости химической реакции. Тяжело сочетать их общий подход. А вот неорганическая и органическая химии построены по строгим алгоритмам. Значит, алгоритмы следующие. Вначале приводится, вот здесь дается характеристика элемента хлора, химические свойства хлора. Вначале приводится общая характеристика элемента по таблице, по периодической системе. То есть описывается строение его атома, вы видите. Потом возможные степени окисления. Высшая, исходя из электронного строения. Низшая, исходя из электронного строения. И возможные промежуточные. После этого описывается нахождение элементов. Каждый элемент находится в каком-то виде в природе. Элементы в природе находятся в составе отдельных атомов, в составе простых веществ и в составе сложных веществ. Вот таким образом и разбирается здесь. Элемент хлора находится в составе простого вещества. Практически не встречается. Только в вулканических газах. И в составе сложных веществ. В основном соли, соляной кислоты. Например, и конечно все соли, соляной кислоты, которые встречаются в природе, привести нельзя. Это не школьный уровень. А несколько тех, которые попадаются в решении задач, ну или, может быть, слова, медицинское какое-то значение имеют особо. Они здесь будут приводиться. И в других разделах, для других элементов точно так же. После этого следует обязательно раздел физические свойства. После этого раздел получения. Причем, когда мы разбираем получение веществ, мы стараемся каким-то образом дать тоже общий подход. В данном случае для получения хлора подход следующий. Хлор в природе входит только в составе хлорид иона. Поэтому все способы получения хлора основаны на окислении хлорид иона. А дальше, какие могут быть окислители и приводятся в уравнение реакций. Следующий раздел, ну здесь уже на моих слайдах он не показан. После получения будет раздел химические свойства. Химические свойства тоже разбираются. Разбираются по схеме. Окислительно-восстановительные свойства вещества. Значит, для простых веществ это как окислитель, как восстановитель и реакции диспропорционирования. Ну, может быть, еще какие-то особые свойства, которые выносятся в отдельную подгруппу. И после этого обязательно приводится, находится раздел, в котором описывается применение или идентификация вещества, качественные реакции, применение, токсичные свойства этого вещества. То есть, вот какие-то дополнительные сведения. Все элементы, свойства всех элементов и свойства соединения элементов, сероводорода, серные кислоты, соляных хлороводородов, все приводятся вот примерно по такой схеме. В рамках схемы общая характеристика, то есть, однотипные, поэтому ребенку, который занимается по этим пособиям, он понимает, что у него знания сразу каким-то образом структурированные. Ну вот, например, приводим дальше, тоже сведения по органической химии приводятся тоже в достаточно структурированном виде. Вначале приводится определение и общая формула какого-то класса веществ, потом приводится номенклатура и изомерия для этого класса веществ, обязательно строение веществ, потом способы получения веществ этого класса, приводятся химические свойства, химические свойства по мере возможности приводятся в виде вот таких, вначале в виде вот таких паучков, то есть, на какие группы мы их разбиваем, потом дается краткая характеристика каждой из групп, и дальше приводятся реакции для каждой из групп веществ. Например, здесь описана группа А, это реакции присоединения по связи СО, и в разделе химические свойства будет написано в группе реакции А. При восстановлении альдегидов образуются первичные спирты, вторичные спирты, будут реакции нуклеофильного присоединения, ну и дальше пойдут на следующих страницах, пойдут еще следующие реакции присоединения. Вот таким образом построен весь наш большой справочник. И завершает каждый раздел, но немножечко по справочнику больше не буду показывать, раздел упражнения. В разделе упражнения приводятся каким образом? В начале просят написать ребенка те уравнения реакции, которые он должен знать, выучив по справочнику, то есть, например, присоединение водорода к этилену, там, ну еще какие-то реакции. Эти реакции никак не комментируются и повторно не воспроизводятся, потому что они приводились в основном в тексте работы. А для тех реакций, которые приводятся, коротенькая цепочка или длинная цепочка, обязательно приводится решение. Значит, тематический тренинг, в тематическом тренинге, в самом начале этого тренинга приводится краткий справочник, который включает вот такие вещества. Значит, вот такие разделы, извините, оговорился. Значит, эти разделы, и сам тренинг, смысл слова, тематический тренинг, означает, что по каждому из вопросов, которые включены в тест ЕГЭ, в этом году их 29 вопросов. По каждому из вопросов приводится группа заданий, блок заданий, которые, формулировка которых, значит, формулировка которых, уровень сложности, уровень сложности, правда, учителя, которые работают с нашими книжками, говорят, что они чуть-чуть более сложные, чем то, что предлагается на тестах ЕГЭ, но мне кажется, что это даже не хорошо. Значит, приводится группа заданий, которые ребенок должен выполнять. Значит, вот вы видите, мы здесь написали первый вопрос, потом где-то 18 и 19, то есть по каждому вопросу, вы видите, формулировки блоков соответствуют формулировкам теста ЕГЭ, а формулировка заданий внутри каждого блока тоже приблизительно соответствует тем формулировкам, которые встречаются в тестах ЕГЭ. Для того, чтобы обмануть детей, я не стесняюсь сказать это слово, чисто психологический ход, коллеги. Значит, если вы предложите ребенку, вот у нас, например, по разделу свойства классификация веществ приводится, по-моему, около 80 тестов. Я боюсь соврать, сколько. Если вы скажете ребенку, что решайте все 80 тестов, то большинство из ваших учеников сразу сложат лапки, откажутся работать. Поэтому мы разбили эти тесты на 8 блоков, по 7 или 8 вопросов, ну, в зависимости от сложности задания, по 7 или 8 заданий в каждом из блоков и называем эти блоки тестами. И тогда я задаю на дом, решите, пожалуйста, первый, первый тест мы с вами разбираем, а второй тест вы решите дома. Поскольку заданий не так много, то ребенок почти все время напорится на ситуации успеха. И потихонечку втягивается в систему заданий, привыкает к тому, что заданий много, он научился их работать, у него получается. И дальше задания идут уже более-менее уверенно. Значит, вот я показал. Значит, каким образом определяется, поскольку тематический тренинг все-таки тяжело очень давать подробное объяснение, то здесь приводится очень, в тренинге дается очень краткое объяснение материала, который ребенок должен запомнить. Ну вот, например, здесь кусочек алкена. В химических реакциях при связи легко разрывается, поэтому для веществ, содержащих кратную связь, характерны реакции присоединения. Для этиленовых алкены схема 14 на странице 61. И от этиленовых такая же схема на странице приводится. И приводится вот такая вот, ну, например, для этиленовых углеводородов приводится вот такая схемка. Конечно, может быть, она не вполне соответствует тому, чему вы хотели бы научить детей, но выполнить тестовую часть заданий, а зачастую и справиться с заданиями высокого уровня сложности, такие вот, такие конспекты, опорные конспекты, они все-таки позволяют. И, наконец, любимый нами кармашек. В кармашке тоже излагаются, теоретический материал, он излагается, все разделы химии, в соответствии с логикой их изучения. Вот общая химия, вы видите, потом идет неорганическая химия, ну, конечно, не все задания, потом идет органическая химия. Как определяется материал в кармашке? Излагается. Значит, в силу очень маленького размера этой книжечки, там 6 на 6, что ли она сантиметров, или 7 на 7, совсем карманная, материал излагается следующим образом. Вот я взял вырезку щелочные металлы. Для щелочных металлов дается общая, и для других тоже, общая характеристика их свойств. Например, щелочные металлы проявляют свойства очень сильных восстановителей, взаимодействуют с неметаллами реакции 1,7 и со сложными веществами, обладающими окислительными свойствами. На страничке 89. Вот это было на страничке теория написано 86, а на страничке 89, ну, так конструктивно получилось, вот приводится схема этих уравнений реакции. Показаны названия веществ, которые образуются при горении, и какие-то другие окислители. Естественно, что можно было придумать и больше, но тогда бы он из кармашка уже превратился в толстушку. Этот справочник. Вот, значит, это вот краткая характеристика тех пособий, которые мы рекомендуем, которые у нас в издательстве издаются для изучения теоретического материала. Значит, из чего состоит выполнение системы упражнений. Как понимать слова? Система классических упражнений. Систему классических упражнений мы выполняем по тренировочным тетрадам. В классических упражнениях, вот через две минутки вы это увидите. Вопросы стоят так, как когда-то учился я, когда-то учились вы еще, ну, в школе учились, ну, в учебниках они сейчас повторяются. Например, напиши уравнение реакции хлора с водородом, хлора с натрием, хлора с железом. Вот ребенок должен эти уравнения реакции вначале выучить. А параллельно с этим, то есть вот эти задания, мы сейчас покажем, как они идут сформулированы, а параллельно с этим, после того, как он выучил задания эти, по тренировочной тетрадке, одновременно с этим мы сразу переходим на задания тестовых заданий и в общей химии только по книжке тренинга, а при работе с неорганикой и органикой и по заданиям высокого уровня сложности. Вот сейчас я показываю, значит, для работы по общей химии мне нужны два тренинга, вернее, тетрадь по общей химии и тематический тренинг и нужны два справочника, кармашек и большой справочник и кармашек любая из этих книжек. Значит, вот оглавление книжки, другие книжки я уже не показываю, они примерно похожие, оглавление, оглавление книжки по тетрадь, тренировочная тетрадь по общей химии. Вы видите, что она начинается по логике расчетов, так как стоял большой справочник. Формальные расчеты, потом строение атома, связь, ОВР, классификация, основные классы, то есть включены все те задания, которые мы выделили в первом блоке работы. И рядом написана страница, на которой приводятся ответы на задания, задачи для упражнения, на ответы на задания для упражнений. Как сформулированы, что значит классические задания? Коллеги, я не ставил сегодня задачи разобрать какую-то тему, я ставил, хотел показать вам задачу, что использование вот этих, использование этих тетрадок позволяет, тетрадок, тренингов позволяет все-таки в условиях нашего жесткого достаточно режима, не так много времени на подготовку отводится, ну максимум год, все-таки подготовить детей к сдаче экзаменов. Вот из тетрадки общая химия, тренинг, в разделе, значит, в разделе 6.1, 5.1, это классификация химических веществ. Приводится задание классического, классической фору готовки. Приведите название, укажите принадлежность к различным классам, веществ, и дальше идет список веществ. После этого в разделе ответы приводится, но нам кажется, что подробный, мне даже, когда мы пишем, авторы говорят, что очень подробный, не надо так подробно говорить, но тем не менее, мне кажется, что если ребенок, выполнив задание, прочитает второй раз правильный ответ, то это будет неплохим подспорьем для изучения материала. Наконец, и вот такое же точно задание, вот сразу же, оно одно под по названию вещества, запишите формулу и классифицируйте его, и тоже приводится список таких веществ. Таких заданий в каждом разделе в тренировочных тетрадях избывают по-разному, но вот в этом разделе, по-моему, 14 или 16 групп заданий. То есть, этого вполне достаточно для того, чтобы и научиться называть вещества, ну и, безусловно, научиться их классифицировать. Значит, в этой же, в этой же тренировочной тетрадке следующий раздел, шестой, химические свойства классов веществ, то есть, кислотно-основные взаимодействия. Классическая форма задания. Напишите уравнение возможных реакций оксида натрия с водой, оксидом кремния, соляной кислотой, оксидом бари, оксидом алюминия. В разделе до этого я должен был выучить, ну я должен быть выучить, я имею ввиду, что я как ученик, должен был выучить теорию, то есть, по книжке, большой справочник, кармашек, или по тренингу, по тренингу, выучить теорию, с какими веществами должны реагировать основные оксиды активных металлов. В разделе ответы, он называется анализ условий и базовые знания, то есть, то, что я выучил, приводится сведения, оксид натрия это основный оксид, образованный активным металлом, должен реагировать с водой, кислотными, амфотерными оксидами и кислотами. Там есть еще какие-то реакции ОВР, но они уже не столь базовые, не столь жестко требуется их заучивать. И вот приводится уравнение реакций с указанием даже условий. С водой натрию АЖ, здесь при сплавлении силикат натрия, соль и вода, основные оксиды не реагируют друг с другом, чтобы объяснить это ребенку и получение алюмината. Аналогично в том же ответе, здесь было задание 6.4, 6.8, я выбрал задание, ну поменял задание с кислотным оксидом. Углекистый газ будет реагировать с каким-то перечисленных веществ. И в разделе ответы приводится ответ кислотный оксид или ангидрид уксусной кислоты. Правда говоря, что-то старое сведение, но я уже не молодой. Должен реагировать с водой кислотный оксид, основными оксидами активных металлов, щелочных, щелочноземельных и магния, щелочами участвовать в ОВР. Вот мы начинаем писать. Натрий 2, СО4 не будет, с водой будет, с магнием О будет. Две реакции возможны с гидроксидом кальция и невозможная реакция с СО3 там написано. Потому что это оксиды оба кислотные, кислотные оксиды не могут реагировать друг к другу, и оксидное восстановительное взаимодействие между ними невозможно. Вот таким образом, коллеги, мы разбираем свойства основных, ну вот, свойства оксидов, свойства классов веществ. И так по каждому разделу. Примерно треть заданий, которые приведены в тетрадке, удается разобрать с учениками при изучении материала. Ну все-таки я должен что-то объяснять и проверять, как ребенок понял этот материал. Оставшуюся треть, треть, ну может быть, чуть больше трети, мы задаем натом, сдается на дом, чтобы ребенок в некоторых разделах треть, в некоторых разделах все, чтобы ребенок выполнил их самостоятельно и имел возможность проверить по ответам. Если у него есть вопросы, то на следующем задании каждое следующее занятие начинается со слов у кого есть вопросы. И мы разбираем все непонятные вопросы, то есть это вопросы были непоняты не потому, что ребенок непонят, а потому, что мне не удалось его качественно объяснить. Но сразу одновременно с работой по тренировочным тетрадям практически параллельно нужно переходить на книжку тренинга, приучать ребенка работать с этими же самыми заданиями, с этими же самыми химическими свойствами, там, или как бы здесь химические свойства показывают, при формулировке вопроса в тестовой форме. Вот, например, поскольку на предыдущих слайдах у нас были кислотные оксиды, то вот здесь я выбрал из соответствующего раздела в тренинге задание оксид цинка взаимодействует с каждым из трех веществ и предлагается выбрать, опираясь на базовые знания, найти правильный ответ. Оксид серы 4 взаимодействует с каждым из двух веществ, гидроксид кальция реагирует со всеми веществами в рядах, гидроксид натрия не реагирует с какими-то из перечисленных веществ. Коллеги, и когда мы работаем с книжкой тренинга, это выполняется тоже параллельно с изучением общей химии, потом с небольшим опозданием по тренингу удается работать на неорганике и органике, но с небольшим опозданием, правда. Значит, получается следующая схема, поскольку тестов, то есть блоков, в каждом вопросе обычно по 8, и в тестах от 6 до в каком-то тесте по-моему даже 28 получилось или 16, 14, то есть большое число заданий, реально работаем так. На занятии мы разбираем один или два теста, то есть блока, ну, при моем контроле, чтобы дети решают, один решает, второй, третий, каждый решает самостоятельно, я постоянно вмешиваюсь в ход их решения, постоянно напоминаю какими базовыми знаниями они должны воспользоваться. То есть вот начиная решать, например, вопрос оксид серы 4 взаимодействию с каждым из двух веществ, я пытаюсь добиться, чтобы ребенок сказал, что оксид серы 4 это кислотный оксид, кислотные оксиды должны реагировать с водой, должны реагировать с основными оксидами, с основаниями и могут вступать в реакции окистительно-восстановительные. Вот когда он мне это сказал, после этого он начинает искать правильные ответы. И три следующих теста, то есть первый, второй мы разбираем на занятии, третий, четвертый, пятый задается детям на следующий раз домой, чтобы они его выполнили, закрепили те знания, которые мы получили. Оставшиеся тесты, то есть в каждом вопросе остается три теста, шесть, семь, восемь, там, ну как-то в основном шесть, семь, восемь остается. Дети выполняют через недели или две, идеальный вариант через две, они их выполняют самостоятельно и показывают мне только ошибки. Этим достигается что? Значит, во-первых, если дети выполняют задания сразу после урока, то закрепляются реально навыки, реально знания мы закрепили. А выполнение заданий через две недели позволяет позволить насколько глубоко ребенок позволяет проверить насколько глубоко ребенок освоил материал, то есть он работает на короткой памяти или все-таки у него глубокое понимание материала, длительная память. И освежать материал, то есть использовать правильную схему подготовки, изучения материала, предъявления, знакомства или предъявления, освоения, закрепления и углубленное закрепление через некоторое время. Значит, в книжке тренировочный тренинг, тематический тренинг, она называется, вот я вам показываю по всем абсолютно вопросам, вот так как они были, 29 вопросов. Вот я выбрал специально, чтобы показать вам, ну вы знакомы с тестами ЕГЭ, что и формулировки вопросов, и форма заданий очень близко, ну похоже, близко к тем заданиям, которые подаются детям в тестах ЕГЭ. И поэтому, если они выполняют такие задания, пусть даже более сложные, я еще раз повторяю, некоторые задания более сложные, то тогда им легче выполнять тест ЕГЭ. Вот я просто, я не комментирую, видите, коллеги, здесь строение атома, все три вопроса по строению атома, здесь молекулярное строение, два задания. Это как раз только иллюстрация того, что задания даются в тех формулировках и по каждому из вопросов, которые есть в тесте ЕГЭ. Вот, например, здесь влияние на скорость реакции, здесь, ну здесь все три задания на скорость реакции получились, одно задание на получение органических вещей. После того, как ребенок научился делать все, выполнять все вот эти задания, используя книжку тренинга, тренировочную тетрадь по общей химии и половину заданий из тематического тренинга, рекомендуется написать контрольную работу. Я уже об этом говорил. Контрольную работу, ну там можно добавить еще несколько заданий из общей химии, из неорганической химии. Дети могут, в принципе, справиться с заданиями. Там есть задания, которые ионные уравнения реакции, которые мы разбирали дополнительно. И ребенок должен, ну идеальный вариант, если он напишет вам первую контрольную работу на две трети. Значит, это уже будет гарантией, ну нельзя говорить гарантией, но надеждой на то, что ваш ребенок и на экзамене ЕГЭ ниже двух третий, то есть ниже 66% выполнения работы, то есть ниже 45 баллов работу, скорее всего, 42, простите, баллов, не напишет. После этого переходим в начале ноября месяца, нужно переходить, следует переходить на изучение неорганической химии. Значит, она будет для изучения, мне нужны будут вот эти пособия. Справочники для изучения теоретического материала, тетрадка по неорганике, тематический тренинг, потому что там много заданий надо будет повторять, там взаимосвязь неорганических веществ, вот это все повторяется по тетрадке. И книжка задания высокого уровня сложности. И все эти книжки, вот все эти три книжки, используются, ну практически параллельно коллеге. Каким образом это сочетается? Например, в тетрадке по неорганической химии, вот здесь получилось, что я выбрал задания в основном по серии. Данные задания в классическом начале, даются задания в классическом варианте. Приведите общую характеристику главной подгруппы и серы по периодической системе. Вот дается ответ коллеге. Значит, я не буду его зачитывать, вы прекрасно знаете, как он дается, показано, какие степени окисления может иметь сера. Ну, может быть, там есть недочеты, я об этом не буду на этом наставить, но вполне вы что-то можете и улучшить наверняка. После этого даются задания, которые ребенок должен выполнять, потому что он готовит химию элементов. Классические задания. Напишите уравнение реакции с участием серы. Например, в разделе ответов эти задания приводятся без комментариев, потому что эти же задания есть в большом справочнике. Ребенок обязан их выучить. Такое же задание, вот видите, 4.8, 4.9 такое же точно задание. Пишите физический свой соседнистого гата. И вот когда вы смотрите здесь, вы начинаете понимать, понимаете слова, которые у меня были написаны, что тренировочная тетрадь, это учебник наоборот. То есть, весь эти все уравнения, которые вы должны знать, приводятся здесь в главе разделы, после того, как ребенок хотя бы несколько секунд, ну, несколько минуток попытался вспоминать вот то, что он читал раньше. Значит, вот тоже здесь, видите, приводится теоретически, значит, ребенок пишет классические уравнения реакции. Горение сероводорода, окисление серы. Вот они, эти уравнения, приводятся в разделе ответы. После, там же, в тренировочных тетрадях, после того, как проверено, мы проверили, как ребенок выучил основной материал, то есть, то, что он обязан заучить, мы начинаем работать с заданиями чуть-чуть более сложными. Ему предлагаются коротенькие цепочки. Есть цепочки на два или, ну, из одного вещества получить другое, есть вот такая, как сейчас приводится в заданиях ЕГЭ, это там, десятый, по-моему, вопрос в этом году такого типа. Значит, составьте уравнения реакций, с помощью которых можно, ну, формулировка другая. То есть, ребенок должен сам предложить вещества, то есть, подумать, какими реагентами нужно пользоваться. И вот в разделе ответы мы показываем, как организовывать это, ну, выполнение этого задания, как обдумывать его. Ну, и вот, например, в этом задании пишем. Гидроксид калия, это щелочь. Сульфат калия, калий-2С4, можно получить при взаимодействии щелочи либо с серной кислотой, либо с оксидом серы-6, либо с сульфатами некоторых металлов. То есть, это общее знание, общий подход. И вот дальше приводятся эти уравнения реакций. Кистую соли средней можно получить при взаимодействии с избытком кислоты. Вот эта фраза мне понадобится, когда мы будем решать задачи на тип соли. То есть, вы это уже понимаете. И после того, как разобрали эти задания, там же приводится, ну, я уже не буду комментировать, достаточно много цепочек, ну, сравнительно много цепочек, коротеньких цепочек, все они идут с комментариями. И здесь же, в этом же разделе, в этом же тренировочных тетрадях, приводятся задания, которые, как нам кажется, помогают подготовить ребенка к выполнению задания в этом году 32-го. Описание превращения неорганических веществ. Формулировка следующая. Составьте уравнение реакций, которые позволяют описать, осуществить вот такую цепочку, и опишите их. Ну, как составлять эти уравнения реакции? Вот здесь в виде базовых знаний мы поясняем. Базовые знания. При взаимодействии металла с неметаллом образуется соль. В данном случае это сульфид калия уравнения 1. Соль, такая соль слабой кислоты, будет разлагаться с выделением сероводорода уравнения 2. Сероводород проявляет свойство сильного восстановителя по серии минус 2. А концентрированная серная кислота, сильный окислитель, будет восстанавливаться до СО2. Написали. И, наконец, при пропускании гидроксида кальция щелочь будет реагировать с кислотным оксидом, образуя среднюю соль. Вот мы написали это уравнение. Значит, возможно, то есть ребенок вспоминает не просто заучивание, что кальция реагирует с серой. Металл реагирует с неметаллом. Восстановитель сероводород реагирует с окислителем. То есть это уже, ну, немножко уровень обобщения. И, наконец, для того, чтобы ребенок научился, читать текст, который ему предложат в задании 32, мы предлагаем ему попытаться составить словесное описание этой цепочки. Коллеги, когда начинаешь с детьми, вот я сейчас с удовольствием отдохну, ну, попью воды и поулыбаюсь. Когда дети начинают в ноябре месяце рассказывать, сочинять эти рассказы, естественно, устно, никто не заставляет их написать эти тексты, мы смеемся от чистого сердца друг над другом, причем не злобно, конечно, смеемся. Какие они придумывают слова, как они пытаются выкрутиться, как они вначале говорят. Кальций реагирует с серой, при этом получается что-то. На это что-то подействовали раствором соляной кислоты. Вот фразы самые-самые интересные. Но, тем не менее, уже буквально через 3-4 занятия они начинают читать текст, который мы предлагаем им в задании 32, и узнавать его. И узнавать этот текст. То есть понимать, что значит образовался осадок, что значит прокалили, что значит слова отфильтровали. Вот эти слова, они начинают дети понимать. И здесь же параллельно, коллеги, видите, вот все это параллельно. Изучаю серу. Изучаю серу, изучаю галогены, потом буду изучать челочные металлы. Мы начинаем решать задачи высокого уровня сложности. То есть те, которые идут в задании 33. 34 в этом году говорился, простите. Значит, задания высокого уровня сложности. Для того, чтобы ребенок их научился решать. Нужно добиться, чтобы в разделе, когда научили общая химия, он научился решать задачи на определение концентрации вещества в растворе и проводить расчеты по уравнениям реакции, используя каких-то понятия моли. Если ребенок этому научится, и у него, то в принципе, научить его решать сложные задачи возможно. Если же он в сентябре-октябре месяце не будет ничего делать, то есть вот задачи эти 27-29 вопросов не выполнят, то учить его решать задачи будет практически невозможно, коллеги. Ну и вот я показываю, как мы решаем задачку. Это задачка на тип соли, на тип су, она одновременно и на тип соли, и на материальный баланс. Значит, решение задачи начинаем с того, что записываем основные формулы. Это полезно, причем, чем сильнее ребенок пишет ЕГЭ, тем легче он записывает вот эти формулы. Потом составляем уравнение реакций, которые в возможности есть, и строим логику решения задачи. Когда мы строим логику решения задачи, но у нас будет еще вебинар по решению сложных задач, там я буду повторять об этом. Значит, мы должны понять, главное, что я должен найти, и построить логическую цепочку, не обращая внимания на цифры. То есть, по какому веществу я должен найти гидробищества, либо натрий-А6, либо натрий-2С. Эти вещества у меня связаны с сероводородом, и с натрий-ОН. То есть, вот у меня логика решения задачи. По сульфиду я найду сероводород, проверю здесь избыток, недостаток, и найду, сколько у меня образовалось натрий-2С. Если сероводород окажется в избытке, перейду на уравнение 3. Если нет, то останусь на уравнении 2. Как решалась эта задачка, я показывать коллеге, комментировать сейчас не буду. В справочнике она есть, ну, в конечном, ну, не в справочнике, а в тетрадке она есть. В конечном счете, вы скачаете сегодняшнюю презентацию, сегодня презентацию скачаете, и посмотрите, как она решалась. Ну, вот она дальше добиралась, по всем пунктам описано, проверяем вот это, вот это, вот это. Но я почему говорю, что когда мы решаем эти задачки в тренировочной тетрадке, то, то есть объяснение детям, то там есть разделы, логика решения задачи, проверяем мы это, проверяем мы это. Когда мы будем показывать решение задачи в заданиях высокого уровня сложности, там будет приводиться только логически правильная цепочка последовательности решения задачи. И вот после того, после того, как мы прошли неорганическую химию, практически закончили неорганическую химию, необходимо, приходится вернуться к тренингу. До этого я работал по тетрадке и по высокому уровню сложности. Решал там ОБР, решал ионные уравнения, решал. Возвращаюсь на тематический тренинг, возвращаюсь на тематический тренинг, сейчас я потерялся, коллеги, коллеги, простите, шпаргалки потерял, запутался. Возвращаюсь на тренинг и начинаю выполнять те задания, которые у меня были пропущены, но входят в раздел неорганической химии. Начинают, это будут задания на, например, здесь 24 вопрос на анализ веществ. Это вот два вопроса. Вопросы на соответствие реакционной способности веществ. Вопросы на коротенькие цепочки. Это в тренинге эти вопросы приводят. Заданы следующие схемы превращения веществ. У нас в книжке этих заданий приводится больше сотни. По-моему, там 14 на 8. Это 112 заданий получается. 14 умножить на 8. То есть, вот я написал специально последнее задание 14 в каждом тесте. Вот такие задания. И ребенок, когда вы отработали эти задания, отработали по тетрадкам, тогда вы достаточно легко, он научивается решать вот такие задания. И после этого, или вернее параллельно с этим, мы переходим на книжку, которая называется «Задание высокого уровня сложности». И в этой книжке мы можем решать задания окистительно-восстановительные. Решаем сразу. Решаем ионные реакции. И решаем неорганическую цепочку. У меня, например, книжка, коллеги, я вам честно скажу, вся книжка у меня карандашиком размечена на какую задачу и какое упражнение из вот этой цепочки, из вот этой задачи. При изучении какой темы я буду учить. Так и написано. Хлор, хлор, сера, натрий, фосфор, кремний. И стараюсь разбить эти задачи так, чтобы при изучении каждого раздела дать ребенку дома решить штук 5-6 таких сложных задач. Тогда и навыки решения вырабатываются достаточно уверенно, сравнительно уверенные, в зависимости от способностей ребенка, безусловно. И их не так много, то есть ты не загружаешь ребенка, только делай вот это, вот это, вот это. Ну вот я показываю в оглавлении книжки задания высокого уровня сложности. Тоже вы видите, что они все с ответами. И в качестве примера показываем, как оформлено задание в этой книжке. Значит, впереди, перед каждым разделом приводится пример. Перед разделом, вот первым разделом, это ОВР и ионные реакции, теория занимает почти 30 страниц, коллеги. То есть там достаточно подробно написано, рассмотрены окислительно-восстановительные свойства вещей, свойства различных окислителей, восстановительных. Об этом мы будем еще говорить. Ну и вот вам предлагается написать уравнение реакции. Вот выбрать эти уравнения реакции и составить только одно из возможных окислительно-восстановительных реакций. И написать ионные уравнения. Ну здесь, слава Богу, только, действительно оно одно и получается. И окистительно-восстановительный получается только одно ионное уравнение реакции. И в разделе ответы никаких комментариев к ним уже не будет приводиться. Будет приводиться только правильное решение. И нам кажется, что правильно. В разделе для того, чтобы научить детей выполнять задание 32, то есть это неорганическая цепочка, мысленный эксперимент его можно называть. Вот я показываю вам, мы тоже про серую выбрал задание. 27 задание. Нагреть ее концентрированную серную кислоту, внесли медную проволоку, выделяющийся газ пропустили через раствор едкого натора. Вы сейчас скажете, что 10 минут назад мы разбирали такую цепочку. Раствор выпарили, дальше что-то с ним сделали. В разделе решения, поскольку превращение неорганических веществ сравнительно легко обобщается, то мы приводим обязательно объяснение по возможности в наиболее общих словах. Вот, например, здесь. Концентрированной серной кислоте, кисительные свойства проявляют сера плюс 6, медь малоактивный металл, поэтому продуктом восстановления будет СО2. Ну и так дальше разбирается все эти задания, коллеги. Вы видите, как оно будет оформлено. И в таком режиме будут оформлены все задания вопроса 33. Неорганические цепочки, по-моему, сейчас их уже стало около 200. Начиналось когда-то с 70 или 80 число заданий. Аналогично будут выполнены, оформлены задачи. Задачи мы тоже каждый год добавляем туда задачи. По возможности того типа, который был. Иногда удается добавить задачи, которые появляются только на будущий год. Ну вот в этом году, ну могу только порадоваться. Некануне экзамена звонит ко мне ребенок, ну мой ученик где-то вечером, говорит, ой Владимир Николаевич, в интернете повесили, там все сплетничают, что будет задача на электролиз. Что мне делать? Я говорю, ничего тебе, Олежка, не делать. Открыть тренировочную тетрадку, найти раздел натрий и решить тех две задачи про электролиз, которые там приводятся. Все. Понимаете? Ребенок успокоился, задача такого типа у нас справа в тетрадочке оказывается есть и решали ее мои дети уже до этого, начали лет за 5 или 6, когда первая тетрадка вышла и даже еще до тетрадки. К чему я это говорю? Что постепенно если ребенка приучать, то он не поддается панике, он начинает решать самостоятельно. Ну и вот здесь вы видите, коллеги, приводится группа заданий. Задания на пластинку. Раньше у нас в книжке было всего две такие задачки на пластинку, две или три по-моему. В этом году мы в книжку задания высокого уровня добавили задачки на пластинку, по-моему тоже штук до 5 мы их довели. И добавили задачки на электролиз. Ну задачи были, но мы их еще добавили. Вот одну из таких задачек на электролиз, вы видите, вот здесь приводится текст задачки электролиз. Мы с раствора нитрата меди прекратили после того, как масса раствора уменьшилась на 8 грамм. Из полученного раствора отобрали порцию такую-то, вы считаете массу раствора едкого кали, необходимого для полного осаждения меди и затобранной порции раствора. Коллеги, значит, вот задачи, которые приводятся в книжке заданий высокого уровня сложности, именно задачи, вот раздел задачи. Задачи мы разгруппировали, ну условно, это, конечно, условное разделение, но так как обучать детей удобно, мы классифицировали их на задачи на технику расчета, то есть задачи, в которых нужно просто тщательно и аккуратно выполнять, проводить расчеты. Задачи на тип соли, задачи на материальный баланс, задачи на избыток недостаток, вот они все как-то там сгруппированы. И потом, освоив каждый из этих элементов решения задач, ребенок, ну, дается детям все-таки справиться, большинству дается справиться и с нашими задачами, которые предлагаются на тесте. Или говорю, что все, ну, многим удается. И вот я показываю, как мы решали эту задачу. Я не буду комментировать решение коллеги этой задачи. Ну вот оно решается, уравнение реакций, количество веществ, проводим расчет по уравнению реакций, потом проводим, находим, сколько, какое количество нитрата меди оказалось в отобранной поропции раствора, и дальше проводим простенький химический расчет. То есть задача, когда вы смотрите на нее первый раз, она очень тяжелая. Если ее разложить на простейшие элементы, то оказывается, что каждый из этих элементов ты отрабатывал либо по тренировочной тетради, либо по книжке тренинга. И вот после того, как ребенок выполнил гладание по неорганической химии, это будет где-то средина или конец января месяца, тоже рекомендуется написать контрольную работу. Это уже, ну, как бы такое большое подведение итогов. Ребенок может набрать здесь максимально 40 баллов. Ну, идеальный вариант, если он набирает больше 30, ну, хотя бы 25, чтобы набрал баллов. Тогда уже шансы на сдачу экзамена, конечно, есть. И, наконец, последний раздел, который мы начинаем учить, это раздел, связанный с органической химией. Для того, чтобы заработать по органической химии, те же самые теоретические книжки, тетрадка по органической химии, тематические тренинги, задания высокого уровня сложности. Схема работы коллеги будет та же самая. Поэтому я показываю здесь, как мы по тетрадке, по-прежнему это задание, тетрадки это по-прежнему задание в классическом варианте. Вот я показываю, вначале мы учимся, напишите формулы веществ. В разделе ответы приводятся формулы веществ. Потом будут задания, в этом же разделе будут задания, укажите гибридизацию всех атомов углерода, будут в разделе ответы, они показаны. Вот, например, в разделе химические свойства углеродородов приводится задание классического типа. Напиши уравнение реакции тирена с водородом, с бромом, с ашфлором, с водным раствором, термоганатом. В разделе ответы приводятся эти уравнения реакции. Некоторые совершенно без комментариев, некоторые с небольшими напоминаниями. Вот, например, правило Марковникова напомнил. Напомнил, что значит обесцвечивание раствора. А на следующее задание, вот видите, здесь задание 10, а следующее задание, оно уже, по моим понятиям, такое же. Но уже нужно писать реакции не тирена, которые он выучил у ребенка, а применить эти знания на пропене, на метилпропене, на 3-метилпентене-2. И эти задания в разделе ответы будут либо комментироваться, либо показываться. Ну, в данном случае комментария не было, потому что только что приводилось правило Марковникова, только что приводилась реакция окисления. Но решение обязательно подробно разобрано. Коллеги, у нас у всех разный базовый уровень. Вот есть учителя, которые работают, а вы по 30-40 лет люди, может быть, побольше кто-то работает. А есть люди, которые осваивают курс, ну, закончили биофак, биологический факультет, и теперь им нужно работать, поскольку часовка в школе сократилась, то он работает и по химии, и по биологии. И тогда вот используя такие тетрадки, ну, вот на эту тетрадку по органике, очень большое число уравнений, формул веществ, названий веществ. В них разбирается, этой книжкой можно пользоваться, ну, вот даже, скажем, для подготовки, некоторым учителям, даже для подготовки заданий. Следующий вопрос, ну, вот тоже пример заданий. После того, как мы разобрали вот эти стандартные, по то, что называют, то, что я называл классические, за классические задания, приводятся коротенькие цепочки. Ну, например, написать уравнение реакции, чтобы осуществить такую цепочку. В разделе решения, поскольку это уже не стандартное решение, тут нужно думать, тут нужно вспоминать химические свойства классов веществ и переходы между ними. Проводятся объяснения. Безупречное это объяснение, или можно придумать более короткое, более логичное. Это уже на ваше усмотрение. Ну, вот мы пишем, что последнее вещество, это соль бензойной кислоты, ее можно получить либо из самой бензойной кислоты, либо из каких-то ее производных. Которые легко превращаются в бензойную кислоту. И дальше вспоминаю, что из талуола можно получить бензойную кислоту, либо при взаимодействии с пермагонатом калия. Это мы знаем эту реакцию. И тогда реакции будут вот такие. Второй вариант. Мы можем получить производное бензойной кислоты. Если подействовать при облучении избытком хлора, получается третилхлорид. Это вещество называется. Ну, значит, трехлорфенилметан. И при щелочном его гидролизе я тоже получу соль бензойной кислоты. Вот это значит. После этого приводятся тоже задания, которые позволяют научить ребенка решить органические цепочки. То есть вопрос 33. Но если в заданиях высокого уровня сложности приводится просто решение, правильное решение, безвариативное правильное решение, то здесь мы приводим с пояснениями. Вы видите, ну вот какие пояснения. Из карбидокальция я могу получить единственное вещество. Ну и дальше начинаю разбирать свойства этих веществ. И ссылаюсь на написанные уравнения реакций. После того, значит, это вот идет в справочнике, в тренировочной тетрадочке. После того, как мы закончили работать, ну почти закончили работать с тренировочной тетрадкой, нужно возвращаться на тренинг и в тренинге отработать в тестовом виде те задания, которые у нас с вами здесь имеются. Причем отрабатывать их как? Ну как рекомендуется работать, коллеги? Вначале нужно активно отработать свойства углеводорода. После того, как вы отработали свойства углеводородов, это занимает обычно 4-5 занятий, иногда даже 6 занятий, можно ребенка отпускать на тренинг по заданиям на углеводороды. А самим в это время заниматься кислород, содержащими производными по тетрадям. После того, как отработали эти вопросы по тетрадям, возвращаться на тренинг, ну это вы уже сориентируетесь, конечно, коллеги и сами. Ну вот вы видите, что по всем заданиям, которые есть, приводятся такие вопросы. И наконец, ну это в тренинге просто, что на все задания приводятся какие-то вопросы с разными формулировками. Приводят в цепочки. Ну вот я показываю, что ни один из вопросов не остался пропущенным. И наконец, перейти на задания высокого уровня сложности, уже вот после того, как вы разобрали органические определения параллельно, или закончили его, и перерешать все задания, которые там приводятся. Я понимаю, что заданий много, но кто-то из ваших детей все не перерешает. Ну пусть перерешают хотя бы половину. А вы разметите заранее, какую часть заданий вы будете давать при изучении свойств углеводородов, какую на спирты дадите, какую дадите на карбоновые кислоты, какую дадите на повторение, ну уже на обобщающее повторение, чтобы ребенок у вас был постоянно поддерживать тонус этого ученика. И наконец, ну вот там же в тренинге приводятся решения задачи, ну раздел, в котором показаны, как решать задачи на нахождении формулы органических веществ. Там на сравнительном достаточно много задач для того, чтобы ребенок научился эти задачи выполнять. И наконец, после того, как мы закончили, вот то, что, вот все, что я рассказывал, до сих пор называется первичное изучение материала. Ну насколько оно первичное, вы сами уже поняли, но начиная с апреля, ну где-то со середины марта начинать можно, нужно переходить на активную подготовку к экзамену. Что я вкладываю в эти понятия? Мы берем книжку ЕГЭ-2019, в данном случае. В ней 30 тренировочных вариантов. Но перед этими 30 тренировочными вариантами приводятся три демонстрационных варианта, решение которых очень подробно рассмотрено. И ваш ребенок берет эту книжку, открывает первый вариант, ну скажем, демонстрационный, садится и на время решает, выполняет это задание. Тест ЕГЭ по программе, ну по нормативу должен выполняться 3 часа 15 минут. Ну реально получается, что если ребенок хорошо подготовлен, то он его выполняет где-то в районе, ну с высокой квалификацией, хорошо подготовлен, где-то в районе полутора, ну максимум двух часов. У него остается время, не час еще на подготовку. Если ребенок подготовлен слабо, совсем слабо, то ему и 3,5 часов не хватает. Поэтому после того, как ребенок выполнил вот это задание, тест, он открывает раздел решения и проверяет свои решения. Тестовые ответы он проверяет по таблице ответа. Решение высокого уровня сложности приводится решение на каждое задание. Ну вот я показываю, как будет, например, выглядеть решение тестового вопроса, два я вопроса здесь показал, из демонстрационных вариантов. Из предложенного перечня выберите два вещества, с каждым из которых бром не взаимодействует. И в разделе ответы, сразу который ответ раздел находится за демонстрационным вариантом, показано, как я рассуждаю. То есть напоминаются, напоминаются базовые химические знания, которые мы учили в тренировках при прохождении неорганической химии. Но уже прошло два месяца. Полезно их вспомнить. Но второе, ну такое же задание, аналогичное, органическая цепочка, тоже напоминается, как ее решать. И смысл, коллеги, в чем? Что ребенок, после того, как он выполнил задание, он, безусловно, показывает мне свои ошибки. Но допущенные ошибки он исправляет таким образом, что выполняет все эти, вначале переучивает теорию еще раз по книжкам, а потом выполняет задание из тренингов. То есть, если он допустил задание в шестом вопросе, то он должен перерешать заново все задания из шестого вопроса нашего тренинга. Вот таким образом удается поднять, подготовить ребенка, более-менее вывести его на какой-то, более сравнительно приличный уровень подготовки к сдаче экзамена ЕГЭ. И поскольку задание 30, то ребенок будет, ну либо через день, либо через два, решать варианты из этой нашей книжки, вот ЕГЭ 30, ЕГЭ 2019-30 вариантов, и через день-два будет переучивать теорию, вспоминать, о чем идет речь. Коллеги, для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ, применяется такая же точно схема работы, но только тренинг там нужно брать, тематический тренинг ЕГЭ и 30 тренировочных вариантов ЕГЭ. Вопросы, пожалуйста, ко мне есть, Марина, если я. Отзывы не хочу. Отзывы. Спасибо коллегам. Спасибо коллеге. Пользуйтесь, пожалуйста, если это вам поможет. Если вы выдержите в таком режиме, то я, давайте тогда на будущий год в сентябре вы скажете, получилось или не получилось, если будем живы. Спасибо всем за работу, за внимание. Значит, 11 числа у нас будет кабинар, на котором мы будем начинать решать задачи с вами. Вспоминать, как учить детей и решать задачи. Спасибо. 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 Восемьям. Нет, но я хочу объявить о том, что мы вам дарим промокод на скидку 500% на все наши пособия, в том числе на пособия по химии. Вы видите сейчас на слайде код. Вы его, я вам в чате его также дублировала, вы его скопируете из чата. Я сейчас его вам тоже в чате продублирую, чтобы вам было удобно его скопировать. И при оформлении заказов в тренд-магазине вы его укажете, и он автоматически пересчитает общую стоимость вашего заказа. 30% думаю, вам будет довольно приятно. Приглашаем вас на вебинар, который состоит, как уже сказал Владимир Николаевич, 11 октября. Состоит он в 2 часа дня. Тема его «Принципы решения расчетных задач по химии. Часть 1». Будем рассматривать вопросы в оттенду от 8.29 по новой спецификации. Скажите, пожалуйста, вы уже запланировали участие в следующих вебинарах? У нас запланировано еще 6 вебинаров. Из них 3 вебинара уже с конкретными датами. То есть это 11 октября, потом 25 октября, и потом 26 октября. И потом еще 3 вебинара, у которых еще пока нет даты. Скажите, пожалуйста, вы как-то доказали посуду, Татьяна? Если вы сегодня сделали...